В этом году с РФТИ и спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени Олега Маскаева заключили соглашение о сотрудничестве. Андрей Маков занимается спортом со второго класса. В бокс Андрея привел папа. Было время, когда молодой человек брал паузу и откладывал в сторону боксерские перчатки. Но, несмотря ни на что, снова возвращался в зал. Потому что, как сказал Андрей, бокс стал частью его жизни. В секции бокса при СРФТИ студент не только посещает тренировки, но и выступает помощником тренера. Если нужно, поможет, он заменяет тренера. То есть, если Леонид Владимирович не может, получился, то я могу провести тренировку за него. На соревнованиях я могу сказать ребятам, помочь им тоже, как секундант. Готовить их перед боем, настроить. То есть, такие задачи. В этом году Саровский физико-технический институт и спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени Олега Москаева заключили соглашение о сотрудничестве. Это стало толчком для развития бокса при институте. Дало возможность привлечь в спортивный зал новых ребят. Также благодаря сотрудничеству студенты могут работать с тренером спортивной школы Олимпийского резерва по боксу Леонидом Владимировичем Тужилиным. Мне совсем не нравится заниматься. Они взрослые. Они вдумчивые, понимают. Я понимаю, что из них чемпионов не вырастет, потому что они уже взрослые. И надо начинать чемпионов расти с маленького возраста. Но я думаю, что это не самое главное чемпионство. Самое главное, наверное, в наше время – это расти эти патриоты. Патриоты рождаются в таких коллективах. Секция бокса при Сарфатеи существует давно, но недавно зал бокса переехал в новое общежитие института. Здесь Леонид Тужилин оборудовал помещение своими руками. И все это для того, чтобы поддерживать и развивать студенческий спорт. В начале месяца воспитанники тренера участвовали в открытых матчевых встречах по боксу в поселке Вознесенское. В секции бокса занимаются и несколько девушек. Пришла я в секцию в начале учебного года, то есть я хожу сюда с сентября. Я пришла, потому что видела у нас в ВКонтакте объявление и решила себя попробовать. Было очень страшно, но я переборола этот страх. Наверное, ради этого я пришла, чтобы уметь перебарывать себя, так скажем. В секции бокса могут заниматься все студенты с РФТИ и других учебных заведений. Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам в 18 часов в новом общежитии института по адресу улица Чкалова, 57. В спортивной школе «Икар» за год пришли на работу сразу четыре новых тренера. Они обучают юных саровчан чирлидингу, самбо, бегу и футболу. Александр Мачкаев занимается с детьми уже много лет. Сначала долгое время работал тренером по лыжным гонкам, затем перешел в школу учителем физкультуры. Наконец, в этом году он присоединился к дружному коллективу спортивной школы «Икар». Теперь Александр вместе с своей супругой, заслуженным тренером РФ Мариной Мачкаевой, готовит юных чемпионов на отделении легкой атлетики. «Наша задача – упор делать. Я, в первую очередь, делаю не то, что результат. Результат – это само собой. Наша задача, в первую очередь, воспитать здоровое поколение, которое будет ценить, любить и уважать взрослых. Ну, а результат, он приложится, если есть трудолюбие». У Евгения Землянка за плечами полтора месяца работы тренером. Молодой человек приехал в наш город после того, как отучился на учителе физкультуры. У Евгения несколько команд футболистов. Он ведет занятия у семилетних малышей, которые делают первые шаги в спорте, и тренирует ребят 2013 года рождения. «С 2015 годом мы собираемся пока что познакомиться. То есть, вот я сейчас пришел, они тоже пришли, только начали заниматься и так далее. Вот, поэтому у нас сейчас в основном это игры на развитие общих каких-то физических качеств. А насчет 2013 года у нас в скором будущем будут соревнования, вот, вроде бы, в городе Саранск. Мы туда поедем, будем играть составом 6 плюс 1, то есть часть полевых, 1 латарь». Среди новых тренеров «Икара» титулованный спортсмен Максим Тарасов, чемпион мира и Европы по боям без правил, чемпион мира по панкратиону. Стены «Икара» для него родные. В детстве он тренировался здесь под руководством заслуженного тренера России Виталия Михайлова. Виталия Карловича уже нет с нами, но Максим в своей работе следует заветам наставника. «Хоть коллектив большой, но все равно надо где-то индивидуальные моменты искать, потому что каждый спортсмен, каждый ребенок, он и по характеру, и по физическим возможностям, по координации, по скорости, все разные. Поэтому базу закладываем одинаковую, но потом, когда уже они переходят на определенный другой уровень, на другой этап, там уже индивидуально каждый, потому что каждый один и тот же прием все делают совершенно по-разному». Есть среди новых тренеров и девушка Анастасия Новгородова, обучая девочек черлидингу. Этот вид спорта совмещает в себе элементы акробатики, гимнастики и танца. Сейчас у Анастасии три группы детей от 6 до 14 лет. Самое главное в работе тренера, считает девушка, это любовь к детям. «Взаимопонимание с родителями тоже очень важно. И умение преподнести себя правильно, чтобы дети тебя считали другом, наставником, а не просто, чтобы они на тренировку приходили с радостью». Как говорит Анастасия, интерес к черлидингу большой, группа переполнена. Но в следующем году девушка планирует открыть еще одну. В Пензенской области прошло открытое первенство по боксу. Саров представляли воспитанники отделения бокса спортивной школы «Экар». Четыре золота и одно серебро привезли воспитанники спортивной школы «Экар» с соревнований по боксу в Кузнецке. На турнир ездили опытные спортсмены. Несмотря на юный возраст, самый старший Рамазан Султанов выступал в группе 2009-2010 годов рождения. За плечами каждого из них множество побед на чемпионатах различного уровня. «Результат очень хороший, но все равно работать надо много. То есть, если стремиться на высокий уровень, надо свои показатели боксерские все равно улучшать. Много над чем работать надо». Турнир проходил три дня. В четвертьфинале и полуфинале саровчане одержали уверенную победу в своих боях и стали готовиться к встрече с серьезными соперниками. «Первый бой я выиграл досрочно, во втором раунде. В прошлый раз я проиграл мальчику из Пензенской области, а в этот раз взял матч-реванш и выиграл. Мне больше всего понравился мой последний бой, потому что у меня соперник был сложный». «Я победил первый бой с соперником из Новоспарка. Второй бой я победил нокаутом в первом раунде с соперником из Пензенской области». «Сложно было?» «Ну, соперники были сложные. Но если хорошо заниматься, то будет легко». «Соперник был на 6 килограмм тяжелее меня. Когда я его победил, я почувствовала гордость». Еще один саровский боксер Вадим Санкин занял на соревнованиях второе место. Турниры по фехтованию, сюжетные и ролевые игры, костюмированные балы, ремесленная деятельность. Вот уже 20 лет в нашем городе существует молодежное объединение «Армир». Захватывающие приключения, судьбоносные сражения, разные исторические эпохи и даже вселенные. Вот уже на протяжении 20 лет участники молодежного общественного объединения «Армир» Центра внешкольной работы оживляют историю. Проводят турниры по фехтованию и стрельбе из лука, устраивают костюмированные балы и сюжетные ролевые игры. «Армир» отмечает в этом году 20-летие. Однако история ролевого моделирования в нашем городе началась гораздо раньше. В 90-е годы ролевики собирались в лесах. В гараже одного из участников Максима Бурнашова пробовали делать оружие, мечи и доспехи. Проверяли в деле все это по выходным в лесу за кремешками. С 2001 года у сообщества появилась первая официальная база – «Клуб «Горизонт». Точка отсчета Ассоциации ролевого моделирования и исторической реконструкции считает 2002 год, когда руководитель движения Николай Микейчук написал первый устав организации. Тогда было, прямо скажем, непросто, в отсутствии интернета. То есть тогда издавались печатные издания ролевые, в которых можно было с чем-то ознакомиться. Ну и появились первые конвенты, то есть тематические конференции. В нашей Нижегородской области, кстати говоря, первая конференция «Олк» прошла в «Березке» в нашем лагере, да, если не ошибаюсь, в 99-м году. В 2010 году в «Армире» стартовал проект военно-исторической реконструкции «Стрелецкая слобода», который получил поддержку на форуме «Время выбрало нас». С тех пор «Стрельцы Армира» стали одной из визитных карточек города. В том же году дебютировала студия исторических танцев «Пляшущие человечки», основана Марией Чертилиной. К слову, на первых занятиях кавалеров было больше, чем дам, а потому и танцевать им приходилось друг с другом. Фехтовальщики почему-то сбежались все, им было интересно. И Вася намекал им, что тот, кто владеет латерализацией собственного тела, умеет отличить правую половину от левой, а руку отличает от ноги, эффективнее в бою. И, короче, кто лучше танцует, тот лучше сражается. И они пришли все, было так классно. Это лишь часть работы, которой занимается «Армир». Также в отделении развиваются направления по фехтованию, ремесленной деятельности и активно пополняется Музей живой истории. Подробнее с их работой мы познакомимся в выпуске программы «Пешком по Сарову».